Приветствую вас дорогие зрители на канале Михайлович Топик Геймс и в этом видео я отправлюсь на рейд базы выжившего. Как вы видите на аккаунте подписчика и здесь обратно выполнены все задания, мне разрешили заполнить вот эти 4 черепка угрозы нападения. Чтобы угроза нападения на базу стала самой большой. То есть шанс что рейдеры придут на вашу базу будет максимальный. Как вы видите 10 часов осталось чтобы снялся вот этот черепок и обратно угроза нападений не было. Но моя цель этого видео заработать еще один черепок, то есть отправиться пока еще не истекли эти 10 часов на рейд и получить еще один черепок угрозы нападения. Начинаем завершить, видим репутацию 44, садимся на наш чомпер. Блин, здесь еще разрушители после вчерашнего рейда остались. Поэтому давайте быстренько найдем им место или в принципе, в принципе даже сейчас я быстренько это все сделаю. Так ребят, я нашел место там в ящике и выложил эти разрушители. Заливаем бензин и отправляемся рейдить базу выжившего. Давайте посмотрим. Давайте посмотрим только... Единственное что, я забыл топоры. Давайте сейчас быстренько я возьму топоры и смотаемся на рейдик. Так ребят, все таки я забрал 7 топоров и 2 взрывчатки С4. Мы отправляемся на базу, выжившая плеер 9285. Надеюсь, что ник только прикрытие и поэтому здесь мы найдем крутейшую базу с многим оружием и может быть даже крутыми ресурсами. Так, плеер 9285. Надеюсь, только база крутейшая. Так, ну как я вижу, что топоры для рубки стен практически мне здесь не нужны. Потому что я вижу весь лут, который здесь находится на базе. Давайте посмотрим, в каком состоянии сборка вездехода. В принципе, 500 металлома это уже достижение 120 проводов. С помощью этого всего, то есть 120 проводов... Опа, генератор, ребятки. Ребят, здесь есть целый генератор. Это мы обязательно занесем в чоппер. Теперь, ребят, у меня есть генератор. Ну как бы, на аккаунте подписчика есть генератор. И я... Это уже, наверное, третий генератор, который я за все время спер на рейде. Не оставляйте неприкрытым генератором. Так, на чоппер грузим генератор. И, кстати, посмотрел чоппер, в каком состоянии. То есть, вилка у него уже есть. Это уже прогресс. Ну, тянуть давайте долго не будем. И начнем рубить ящики, в которых, вижу я, особо-таки много лута не имеет. Попьем компотика и отправимся рубить следующий ящик. 8, 16. Так, в принципе, пока не вижу ничего крутого. Можно будет назвать эту. Если сильно крутого ничего мы не найдем, назовем эту базу... Рейдфиас. Но, самое главное, что цель этого видео, это набрать второй черепок... Как говорится, угрозы нападения. Что взять еще? В принципе, здесь ничего больше не нужно. Давайте просто рубить, наслаждаться третьим ящиком. Ящик, резинки и красные талоны. Красные и желтые талоны послужат мне, чтобы вознаградить рейдеров за то, что они навели меня на такую столь великолепную базу для рейда. Здесь аптечки, винты. В принципе, аптечки можно будет соединить с моими. И пополнить запас хила. Так, 42 шума и мы продолжаем рейд. Так, как вы видели, появились, появились еще зомби. Так, так, бегун, бегун, падают. Конечно, стрелять модернизировано полностью АК-47. Есть какое-то удовольствие. Как вы видите, здесь стальные слитки и алюминиевые слитки. Это все мы забираем в надежде, что все-таки когда-то будем делать стальные пластины для улучшения железных шумов. Вот доски. О, вот эта дубовая мне нужна. Так, ну что, осталось последних пять ящиков. Я думаю, что шум подыматься так сильно не будет. Ага, даже, как вы видите, я туда пройти не могу. Растолстел, ребят, персонаж. Давайте вот эту дверь выпадем. Вернее, стену. По идее. Сюда я не провожу. Блин, хотелось же рубануть так стену, чтобы зомби не забегали, блин. Нам нужно было вот эту. Ничего, это соломенная стена. Она очень много шума не наносит. И особо проблем не должно быть с этим. Так, токсический толстяк. И четыре бегуна. Еще один толстяк. Интересно, токсические вот эти толстяки, они засчитываются для рейдов? Ну, как бы это проверить, наверное, невозможно. В связи с тем, что алкоголь может быть что-то придуман с этим алкоголем. Еще один, это баки всякие вездеходу. Это все борода, борода, борода. Вот, один модернизированный блок, который лазерным прицелом модернизирован. Ну, это мы заберем. В принципе, базу эту мы можем назвать не особо-таки крутой для зарейда. Вот, 20 канистр. Но все-таки я думаю, что нужно чем-то-то и забить пустые клетки. Чтобы не считать этот рейд в пиаско. То есть, получается, я сейчас забью пустые клетки в чопере, которые ждут меня. Здесь вот бензин. Сишки положим. То есть, полюбаться мы будем сталь забирать. Будем полюбать. Полюбать мне это может быть еще нам понадобится. Хотя уже не понадобится. Вот так вот. Еще могу целых 4 клетки забить. Давайте забьем чем-нибудь. Чтобы, если что, вот в последнем ящике я его разрублю. И если там не будет ничего крутого, то я... Сразу же так. Это нам понадобится для крафта врань. Так, 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 так. Резинки возьмем. Крафт турелей. Так, что еще? Что еще? В принципе, железные слитки возьмем. Давайте. Если сейчас в этом ящике не найду ничего лучше, чем у меня есть в инвентаре, то быстренько буду уносить ноги, чтобы громила и снес мне все карта. Так, ну тут в принципе что? Айфон 10. Это все мне не нужно. Я просто-напросто убегаю отсюда. Вот, имея с собой неплохой утец. Ну, в принципе, если так сказать, в общем, то база начинающего игрока, который не особо давно начал развиваться. И, видите, оружие есть, присутствует на базе, но не особо крутое. Что хочу сказать насчет лута, который я забрал. Это все то, что поможет мне в дальнейшем выживать. И, думаю, конечно, для подписчика это все не важно, имея такую крутую базу. А вот, если бы это был я, например, то я бы взял именно такой лут. Давайте поделимся с рейдером. Как я и обещал, мы дадим им оранжевые талоны. А ну, красный. Интересно. Ну, красный не хочет. Давайте интересно, сколько оранжевых ему надо будет. Подтянет, но мог бы и побольше, да? Разделить атаку. Неплохой. Атак. Ну, вот это уже. Я думаю, все-таки еще один можно забрать. 12-13 талонов, в принципе, уже удовлетворило полностью требования рейдеров. Они тоже, наверное, хотят открывать оранжевые ящики. А цель нашего рейда, в принципе, выполнена. Мы имеем 2 черепка угрозы нападения. Вы проявили себя как рейдер. В течение указанного времени на вашу базу нападают другие выжившие могут. Если вы статистите или атакуете чужие базы, пока находитесь под угрозой, опасность нападения на вашу базу вас отрастает, а время угрозы увеличивается. Как вы видели, время угрозы увеличивалось. Теперь более 24 часов у меня есть. Шанс нападения 2 черепа. То есть угроза повысилась. У меня зато есть теперь генератор, которым мы положим в этот оксиг ванны. И есть и вот такой вот клуб, ребят. Не считайте, 2-4 и АК-47, который у меня был с собой. Все остальное я приволок с собой. Так же, ну, у меня не было этих топоров. Я могу считать этот рейд полностью удовлетворительным. Бывало намного хуже. Ребят, я надеюсь, этот видос заслуживает лайкос. Не забывайте ставить лайк и подписаться на канал. Спасибо вам всем за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok